Строительство западного скоростного диаметра завершится в 2015 году. В радиусе 5 километров от трассы, по данным БН, окажется около 40 новостроек с открытыми продажами квартир. Их жильцы наверняка почувствуют все плюсы и минусы такого соседства. К плюсам стоит отнести транспортную доступность жилья, оказавшегося в пределах этой зоны. Правда, при условии, что с диаметром его соединяют удобный подъезд. А вот для тех, кто окажется за границей этой зоны, важнее будет состояние и уровень развития окружающей улично-дорожной сети. Жильцы домов вблизи развязок, конечно, получат выхлопы, шум и прочие прелести придорожной жизни. Зато смогут быстро попадать на магистраль, а значит и быстро пересекать город. А вот обитатели домов, уже существующих в зоне западного скоростного, плюсы от соседства трассы почувствуют вряд ли. От дорожного шума их немного защитят стеклопакеты, но рыночная привлекательность жилья явно пострадает. Однако специалисты полагают, что близость к крупным магистралям, в частности ЗСД, не может увеличить стоимость жилья. Средний гражданин, который не может позволить себе квартиру у метро, приобретает ее дальше от метро, ну так грубо говоря. В основном, если бы у людей были достаточные деньги, они стремятся жить в более, так скажем, обеспеченном транспортной доступности районе. Количество людей, у которых есть свои автомобили, для которых удаленность от метро не имеет значения, ну это просто скучные единицы какие-то, проценты. Вот, поэтому, еще раз хочу сказать, на мой взгляд, это никак не улучшит, ну, в смысле, не увеличит стоимость недвижимости, там, в радиусе 5 километров или 10 километров, на мой взгляд, это не важно. По мнению экспертов, информация об открытии поблизости с жильем станции метро повышает его стоимость минимум на 20%. Соседство с автодорогами не столь однозначный плюс. Однако покупатели жилья чаще всего оценивают его как положительный фактор, если только их окна не выходят прямо на проезжую часть. Екатерина Семченко, Ольга Уланова и Даниил Боротынский, БЕН-ТВ.